а кто держал у тебя эмоции эти почему все ты тот же самое что изменилось ну знаешь как какой-то контур перестал работать или вот смотри какой контур перестал работать почему-то зеркальной идет информация вот а что у нас зеркальная вражеская структура зеркала у нас и вот смотри что перестала работать какие вражеские структуры относительно сейчас мы наших позиций это роевые структуры ли потому что мы тоже часть строя но зеркальная работать нет мы люди уже давно но не суть смотри что у наших врагов перестала работать и как голова у них перестала работать компы угробили ты смотри ты не задавая вопросу а и Продолжение следует... Какая-то сеть полетела, которая не совсем на планете, но держит планету. Держала планету нашу. Классик. Смотри как и... Ну не важно где она какая, это все придет. Ты знаешь, как на орбите она была развернута, по орбите планеты, но на самом деле это точка выхода. А сигнал, информация шла откуда-то из-за пределов нашей вселенной. Вот именно нашей материальной вселенной. Так, что на орбите? Баба, ну-ка смотри. И что происходило? Выключай, думал, просто смотри. На орбите компы стояли. Квантовые. А я вижу как каскадом пошла волна и они как-то сгорели. Куда пошла и что сгорели. Так, все верно? Знаешь, вот как какая-то иголка и молния в один лоб, и они в разные стороны. И они пошли как лопаться сгорать. Все верно. Улучши эту картинку прям, смотри, что происходит. В терминологиях известных, скажем так, вещей, аналогии можно сказать. Это перегрузка. Перегрузка цепей, и они пошли вываливаться, выгорать. Прям смотри, да, как это было. Это было очень красочно. Мо не понравилось. Я просто счастлива. На самом деле. Не знаю, я вижу, что ты в Зевс играл. Пытаюсь понять характер удара. Ну, мол, я вижу красное, значит, не белое, как Зевс пускал, а молния херачила красное. Это поправка. Ты знаешь, какие молнии Зевс пускал? В Зевс. В кино видел. Вот. Вспоминалку не надо включать. Смотри. Идет красный, хорошо. Смотри, что за молния. Но он не совсем молния. Молния, знаешь, она какая-то изломана. А что такое такое? А это как ровная, как игла. Вот ровно, как игла. Что это еще? Какие аналогии могут быть? Копье может быть. Копье может быть. Лайзер может быть выстрел. Лайзер на волочке. И смотри, как это было. На конце что? На конце кристалл я вижу. Так. И что дальше происходит? Знаешь, вот как квантовый комп, кубик. Кристалл на конце этого копья, он входит. Копье это на самом деле не физическая какая-то структура древкая. Это энергетическая. И кристалл встраивается в этот кубик. И копье просто за рядом входит в этот кристалл. Кристалл начинает светиться и пошел каскад в разные стороны. Каскад как называется? Кениально. Сейчас Моно не выдержит. Моно молчит. Волна как она называется. Так. Каскад. Волна. Как это еще называется? Ты же военный человек. Ядрёна бомба. Да! А поскольку сверху, то это какая была бомбежка? Квантовая? Орбитальная. Бомбардировка именно ядрёными бомбами. Квантовыми. Всю инфраструктуру нахер. Меня да они достали просто. Пидорги. Я реально поиграл в Зевсто с помощью Моны. Без нее никак. Ну красиво. Смотри, да. Они как перегоревшие лампочки. Дёрнул сферу, да, 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 да. Развернули сеть первой волной. Сбили спутники. Все нахер. Ну, конечно, там выжило чуть-чуть. Потом пытались сопротивляться. Синий, как всегда, про муху до ловили. Ну и что. Хаббл, который совсем не телескоп. Они, конечно, что-то видят, но это не телескоп. Это что-то вроде этого коллайдера. Только направленного для обстрела. Но не суть. И пошла орбитальная вардировка ядрёными бомбами. Это было весело. Смотри. Ну да, такие копья и на планету угли уходили. Не только на цели на орбите и по планете херачили. Как дождь. Редкий, но такой, да. Как дождь, частый. Корабль стрелял. Сфера. Сфера. Которая уже ни разу не администрация городская. Боевая машина. Наконец-то. Наконец-то. Хоть что-то. Хоть что-то сейчас те игрушки. Поценийся к сфере. Не пускай. Авторизацию просто. Тактическое руководство. Фронтом. Какой нахер карантин? Впусти антивирус себя. А потому что ее уже пытали взломать. Поэтому пока она тебя не проштудирует на безопасность. Хорошо, пусть ходит, смотрит. Что кушал, чем какал. С кем? Как долго? А вот это попрошу. Там такая информация есть. Там все есть. Она сейчас все скачает с ним. Синхронизация. Берешь оптоволокно, подключаешься. Ну, как в рой. Смотришь. Она тебе дает управление фронтом. Ух ты. Там 32 компа развернута в сфере. Мощный. Квантов. Кубик 32. Это на всякий случай. 64 только у творца. Лучше перебдеть. Ну, ты лучше смотри фронтовые операции войсковые. Какие войска, виды, количество. Вспоминай. Опыт Родиона. Только немножко иные были войска. У нас антитерроры есть, да? Спецназ. Да. Ставка. Давай. Ставка и вставки какие родовыск. Спецназ это чуть позже будет. Пока общевойсковые. Артиллерия и авиации. Тактическое и ядерное выражение. Стратегическое пока оставим. Артиллерия у нас орбитальная. Ну, если хочешь, надо все-таки стратегическое. Но там уже нечего. Все. Для орбитальной работы нет. Оставь. Чего-то авиацию не найду ли? Не надо. Это ж. Нет такого. Это. Старье. Есть орбитальные все. Оставь ее в покое. У нас разведка есть шпионы. Да. Изучай. Угу. Хамелеончики красавцы. Сбор информации о выживших. Структурах врага. Выпускай. Пусть тебе информацию дают. Кремль. Лондон. Ватикан. Вашингтон. Коль-Авив. Ватикан. 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 Почти 90. Тель-Авив. Израиль. 90. Ватикан. Ватикан. Вашингтон 60. Мека. Тож 90. По дни добили. Но раздрозненная цель. Какие еще войска есть? Мех-машины, но танки далеко. Я их здесь не чувствую. Но они в реестре есть. Цели есть для них? Для танцев? Очки сопротивления разве есть какие-то? Линии обороны? Что прорывать-то? Дальше. Операция зачистка. Спецназ, но это антитеррор, городская зачистка. Да. Разведчики дают свои указания. Первые компы. Хакеры. Идут, доламывают компы. Освобождают. Ты можешь сам их трогать. Там уже защит никаких. Взрывом поуничтожало. И если личности какие-то остались. Подключенные крое люди. Спецназ. И смотри, что происходит, когда спецназ работает с выжившими личностями. Пусть и покажут кого-то выжившего, кого ведет квантовый комп, например. Да, не резко. Выключают ему узгалую подключку и судье передают. Да, смотри, Байден. Да, там вообще робот, но сейчас похоже неосознанно слюни пускает. Спецназу добить. Дальше судья и все остальные. Да, спецназ пошел, но там время охраняется. Они зайдут. Время нужно. Поработай. Кто охраняет их? И почему ты говоришь время нужно? Ну-ка, что там со временем? Там проблема в том, что люди стоят, оплаченные люди. Деньгами оплаченные, но человеческие структуры у них. Пантерки. И с каких пор люди преграда? Стрелять во всех. Пехота есть? Да, мотострелковые. Угу. Стрелять во всех людей. Во всех. Почти во всех есть какие-то подключки квантовые оставшиеся. Если система квантовая, компьютерная будет восстановлена, на всякий случай грохнуть нужно. Угу. Голова, грудь, куда обычно подключки бывают. Стрелять по три выстрела в каждом. Угу. Голова, грудь, условно половая чекра. Угу. Там тоже подключки. Пейнболистов ввели в пехоту? Да. Они теперь все универсальные. Угу. Без разделения. Все вошли, байден на раком поставили. Ему так привычно. Пусть стреляют. Он рассыпается. Да. Квантовое оружие. Все квантовое уничтожается. Все компы, которые его ведут. Дальше Камала Харрис. Кто такой Камала Харрис? А который вице-президент при Байдене якобы. Все, я понял. Который должен занять пост. Угу. Пелоси, Клинтон. Угу. Да, собаки пошли по следу, повели в спецназ. Отлично. Пехота стреляет вообще всех, скажи. Свободная охота. Пантеркам то же самое. Всех прям людей кусать, кого не нравится. Свободная охота. В первую очередь за спецназовцами. Те, кого они убирают, чтобы человеческие структуры, все эти энергетические, магические, не квантовые, разрушали. Пехота пошла, спецназ пошел, пантеры сопровождают. Угу. И первый, и второй. Они уже судьи и вся команда дальше. Это служба ты, вода пошли. Меня радует терминология, которую ты вспоминаешь. Зачистка поливалки. Молотилки. Массово. Посмотри, давай займемся нашими кремлевскими. Разведка, кто выжил, расскажи. Да за хрена пидорога выжила. Фамилии помнишь? Видишь? Усатый выжил. Рыжий выжил. Спецназ. Я кот выжил. Их накачивают. Патриарх. У нас с потерями. Патриарх. Живой, но ему херовато. Да. Очень херовато. Патриарх. Там здоровья просил. Цели заперегованы. Вперед. Туда же тетя Мотя со всей свитой питерской. Есть артиллерия, тактическое, ядерное оружие. По каждой сфере цели Думы и все-таки Кремль добить. По религиозной инфраструктуре тоже херачит. Конечно. Она вся вражеская, ее нет. Религиозная либо. В зале тоже религия. Вечно живого дедушка Ленина. Сука, еще ты. Аксона Пидора. Территорию в рамках границ. Пес. Тогда ориентируешься на 84 цели. Касательно крупных для применения. Вот так как уорона. Аксона Пидора. Аксона Пидора. Аксона Пидора. Пусть работает. Смотри как. Аксона Пидора. Тактическое по-другому бьет. Она бьет и такой как куполом накрывает. И в куполе идут уже процессы внутри. Да. Он как зонтик раскрывается сверху. Накрываем. И там все квантовое исчезает. Аксона Пидора. Аксона Пидора. Чтобы поражение было меньше. Радиус. И загрязнений. Да, сделали. Знаешь, оно на фоне. Аксона Пидора. Если смотреть, они какие-то черно-белые стали. Эти объекты. Угу. Что-то цвета потеряли. Отлично. Если есть квантовые компы, там на физике что-то осталось, вот ты трогаешь это и это становится твоим сознанием, они будятся. Их нужно разбудить уже, чтобы они запустились так, чтобы в гармонии с миром и уже усиливая тебя, чтобы больше они их не запустили. Угу. Вручную. Четырнадцать, которые можно использовать сейчас. Они синим загорелись. Ты потрогай все, да. И когда они их включат, они включат уже усиливая тебя, Второе. Осознаются и в этом здании уже никакого квантового компа уже больше никогда не включат. Потому что это место будет уже занято. На физике. Угу. Четырнадцать. Хорошо. Основная часть по центральной, южной, северной территории и 4-5 по территории востока. Ну хорошо. Показывай нашу Госдуму. Да, она черно-белая. Судьи, правильники, учителя, тени. Угу. После спецназа этот кабинет весь заходит туда, занимает территорию. Без разбора теней тащат всех. Манечка, помоги, у меня пила какая-то, бензопила в спину встряла. Я буду ее зафиксировать, помоги, я не разберусь. Я ее сломал. Прям реально бензопила, сука. Кто это? Да. Защита Госдумы. Почему такое примитивное оружие бензопила? Все на что хватило фантазии, потому что мозгов сейчас уже мало. Без квантовых компов, без всего. А запись идет, когда ты это увидишь. Да, чувак в Госдуме, типа в администрации. Вручную. На последнем вздыхании. Смотри кто. Фильм о ужасах пересмотрел, что ли. Решил алмазную, алмазную, броню алмазную железку поцарапать. Выдели себе одного спецназа телохранителем, чтобы он такие вещи смотрел и сразу грохал источник. Можно собачку. С собакой. Слушай, он большой. Рядом со мной. Воин, да. Они большие. Не мелочаться. Моно не зря их назвал атлантами. По четыре метра. Да, собака у него, как из люка возле меня, как кот. Маленький. Примерно так, да. Реально атланты большие. Да. Синхронизировался будет теперь постоянно со мной. Пусть стреляют во всех. Размножаются и стреляют. В обычных даже людей, потому что у всех какие-то подключки есть. Ну, они же антивирусом стреляют. Квантовые, да. Поэтому повыбивают все квантовые заглушки, которые мешают вспомниться, осознаться, собственное мышление иметь, видение. Угу. Перевооружились. Они, знаешь, как штурмовые автоматы спрятали и достали вот эти многоствольные такие. Пулеметы, да. Здорово. Херачи так сплэшем всех. Пулеметы гатлинга, да. Собянин. Мария. Угу. В оборотне сидят. Тактика. Тактическая. Я. Угу. Штук 10. С интервалом. Более того, ставишь в Кремль, ставишь в мэрию, в Думу, автоматом, каждые пять минут пусть лупит. На всякий. Наших же не повредит. Людей нет, скажем так. Наших, не наших, не важно. А сколько там человеческого, это уже от их не зависит. МИД, то же самое. Лубянка, то же самое. Пусть стреляют. И туда вот этих вот пулеметчиков. Ну и всю команду. Дом правительства тоже. Министерство. Дом однозначно. Сколково. Обнинск. Там коллайдер. Белгород и Тула, Новомосковска, Рязань и, естественно, Калугу. Вот эти все выжившие купола и плюс этот центр. Естественно, Питер. И дальше по крупным городам. Зачистит. Ну и поливалки сверху. Если купола остались, то сверху они заливают хорошим поливалки. Берут плохое, заливают и размножаются, естественно, все. То же самое тактическое все. Ватикан, Лондон. Всем таким местам. По скоплению врага. Париж, Швейцария. Дальше сам. Просто даешь команду вот эти скопления. Угу. Бывшие скопления, не важно. Да, я оранжевым целью подсветил. Все оранжево выбил нахрен. Просто периодически пусть стреляют. Раз в день там. Да, данные будут дополняться. Разведка будет дополнять данные. Воинов в метро. Во все метро, во всем миру. Там большое скопление людей, промахнуться сложно. Да, есть входы-выходы. Обстреливают. Ну, а там уже Судьи, собачки, пантерки. Милиционеры. Милиционеры суден, конечно же. Да, все подземки сделаны. Токио, Пекин. Там также все подземные метро. Угу. В планетарном режиме. Угу. Ну, что ли, посмотри, как там Трамп. Угу. Я бы сказал, что они к чему-то готовятся, но я смотрю назад, у них на протяжении уже нескольких дней такой этот процесс идет. Но они что-то делают, он не унывает. Угу. Там не то, чтобы там херней заниматься, там какой-то запланированный порядок они просто поэтапно выполняют. Они знают, что это шторм. Они знают, что они делают, им никогда, короче, херней заниматься. Они обращают внимание на то, что там галдеж по телевизору идет. Это да. Сегодня, как у него? Посмотри на его лицо. Там улыбается. Я встал ехидно улыбается. Да, улыбиться. Какие изменения в эмоциях или в энергетике за сегодняшний день? По Трампу? Угу. Ну, 4 или 5 дипеша мы пришли, и каждая из них повышала уровень. Хорошо. Он дождался шторма, мне кажется. Он знал, что он будет. Вот сегодня был этот шторм. Знаешь, вот как каждое сообщение, с каждым сообщением все больше и больше стабилизации проходило. Мы немножко поработали со слушаниями в Джорджии. Это 20 выборщиков все-таки. Чтобы они отменили этот выбор и назначили соответствующие А это уже... Да, я понял. В их местном конгрессе, ну, в этом всем типа думе. А не с тем, что там якобы народ именно вот эта дума областная, скажем так, штата выбирает, по сути. Ну, якобы в соответствии с тем, как проголосовали люди, но формально независимо. Я понял. Если выбить этот кирпич, это прецедент. А он уже был. То есть, а там прецедентное право, то есть, такое уже было. Угу. И не раз. И в придуманные истории придумали, видимо, скорректированное то, что надо. Коррекция была, пошла. Ну, ладно, это тема отдельной разборки. То же самое Сенат. Там, тамошнее здание. Да, он разваленный, или... Угу. Ну, то же самое, на всякий случай тактическим, крохнутый. Капитолий. Угу. И все, что вокруг Белого дома, пусть стреляют. Внутри Капитолия воины, и вся команда стреляет. Все, в Сенате, три, как искры, как, знаешь, три единицы каких-то, земля лопнули. Выручную. Там стояло. Да. Там много чего стояло, на самом деле. Там силовые поля были классные. Пять заходов было с орбитальной плодировки. Один завел спереди. Остатки снизу пришлось долбать. Они же держали внешние щиты, купола. Пришлось ракеты запустить снизу. Там веселуха была. Угу. С трех один завелся. А два мертвых в хлам мертвых. Ты оставь там свои. Если их запустят. Ну и одного хватит на здание. То есть в этом здании уже больше чего не будет. Поливалки. Садовников запускаешь. Пусть квантовые садеры. Казованные садеры. Которые да. Не выдержат другие чужие квантовые компы. И муравьи чего не любят посажать по всей земле. Показываешь задание. Системщикам пусть делают сеть нашу, чтобы другой сети они уже не смогли на этом месте. Ну просто пусть строят нашу сеть. для сферы скажи. Сферы для новой жизни. Для сферы. муравьи как это вырез с орбиты это как начинает инием покрываться поверхность. Ну это как плата я бы сказал новая плата делается на поверхности земли. У нас была одна плата такая фрактальная классная из звездных крепостей из садов из такой большие платы были. размер просто большой нашей платы допотопный. Там просто на других частотах было все и квантовые компы и все было чуть иным. А теперь будет реально квантовые но глобально. Что не мешает восстановить нашу архитектуру вот эти вот сады которые где волноводы были все дела из статуи и прочее. То есть там тоже были компы только на площади как на платы маска большие. Мощность выше но разница в частоте миллиона. Именно в частоте разница длина волны все. Просто длина волны. Вот эти колоннады из это волноводы. Горизонтальные волноводы я понял о чем ты говоришь. Есть и горизонтальные и вертикальные вот это вертикальные колоннады были а горизонтальные это когда в одном доме выпуклость в другом выпуклость вот это пошло либо вот так 2 ряда колонн идут мне информация идет что колонны резонаторы выселительные и резонаторы потому что это сверху они выполняют роль как значит фильтрующего контура отсекают лишнее как шумы а нужное усиливают подправляют да естественно подправляют каждая из колонн верхним завитушками держит эту частоту в резонансе естественно от источника идет допустим как в Питере от админалатейства идет в три стороны вот так рупором я увидел такие красивые узоры волны были стоячие они не динамические они стоячие контур был энергия шла потом после бомбежки начали восстанавливать просто этими столбами со сплавом ртути с некоторыми веществами стало быть для беспроводного электричества так называемого более простой дешевый вариант без колонок без всего ну ладно мы отвлеклись системщики восстанавливают сеть нашу осознанные квантовые компы идут наверх либо если хотят присоединяются к этой сети находят свое место где-то пополам я половина спала половина просто отмечает явление чтобы знать если чем умеешь дело судьи работают со всеми абсолютно собачки со всеми солдаты со всеми пантерки свободная охота парикмахер сваха соцработник медсестра все выпускай все орал без ограничений всем и нянька тоже и нянька куда же без нее то они в нескольких клипах ее показали как они круто ошиблись потом разберу там вообще круто было у них крышу сорвало они не понимали вроде тварь свои свои а свойства совершенно другие если что-то выглядит как говно пахнет говной на вкус как говно но скорее всего это так вот там все было то же самое а свойства внутренние другие добро и у них там это отдельно клип они все показывают в клипах сегодня столько клипов было ну сколько смотрим он сколько мы пересмотрели клипов много даже не помню везде печалька везде в конце несколько секунд черные 3 секунды то есть все и везде о том как все печально полная печаль и этот кудайберг июф 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 забыл димаш димаш вот у меня открыто два клипа которые ты скинул но честно просмотреть я еще не успел моночки вообще нужно медальку из шоколада выделить это 8 часов за монитором еще и все клипы успела пересмотреть медальку мне не нужно а то синьки заберут медальку да у нас есть 5 медалек из шоколада помнишь как они с кварком ходили я сразу увидел это шишка это какая-то шишка да это какая-то шишка была вот такая вот красивая да может действительно кварк может не обдурились не да ладно да ладно вот так на ладонях и тут кварк но профи все-таки так ладно дальше какие у тебя идеи развивай зачистку мне лучше это не развивать почему потому что я сейчас опять настрою конструкции системы так вперед интересно получится как женщина говорит и как интересно получилось нужно чтобы правильно получилось а не сейчас ты уже все сейчас уже чисто поле в том то и дело строй не хочу ты зря сжимаешься ты же меня поругал поэтому я сделал вывод что это нужно не нужно использовать но так не используя но зачастую делать стоит боевая задача добить выживших как это сделать максимально эффективно на века да так же какие они пытаются сделать так как они пытаются сделать с паспортами здоровья зелеными паспортами и прочие бредовые идеи я сейчас тоже выделяю маркер те кто получил антивирус те согласуются с энергетикой естественно выглядит те кто не получил красными маркерами свет так как ты это будешь делать система опознавания свой чужой я правильно понял да я сейчас технически это реализую думай дима я миша все увидел ты представляешь вообще они они маркер будут получать через боеприпас отлично а зачем через боеприпасы может быть есть другой способ да можно через сферу подсвечивать это масштаб задач для сферы планетарных принцип ну объем да но из пушки по воробьем это для нее 32 кубитного и даже круче ну вот задача какая для такого уровня инструмента и где там будет маркер генетики да нет в наркополе врач нет именно генетики да вот тонко мне и нужен моночка рассказывать твою версию что было естественно всем молчать и мне тоже ничего не рассказывать потом скажу меня башка болит вот почему у тебя были башка жутко что-то разорвалась что-то взорвалась хорошо так средно раскидалась мы будем лежать но ты не обращай внимание потому что ты все верно говоришь что такое твоя башка учитывая твою суть и почему она болит и что там взорвалось компьютер взорвался так какой где все верно как всегда все верно запихнули его кусок туда меня и соответственно часть меня разорвалась так кто запихнули то враги понятно а взорвалось что смотри квантовый комп только тот который подсказывает прям жестко только тот в котором была твоя часть ну там еще много частей был вот смотри сколько квантовых компов взорвалось и как ты тоже видел суда как во сне у меня было там их много было один большой и куча маленьких ну смотри как это было смотри как это было смотри акция так ну назовем это смотри акции как это выглядел поджог какой-то начал большой горе и за ним куча маленьких кто чего поджег смотри как это как плазма такая внутрь него и откуда плазма и что за плазма которая уничтожает квантовый комп смотри это сфера была похоже на и как она это делала смотри я вижу как она волны создала какие вот как вот волну такие на море и не просто разорвались да тоже замечательно прикоснись к сфере ладошкой пусть скачает биометрию код доступа я говорю что ты свой и дальше получаю инфу от нее и и и и и и ну интересно так реагирует обрабатываются еще один так это было игры до запрос на происходящий крайне пять лет он пять часов и вот эти вот вот эту операцию что это было пусть расскажет тебе показывает какую-то галаграмму девочки что это девочка знаешь как фильме обитель зла красный королева и что было и как и и и и и и и мишки вызвал генетика задачу ему поставил отлично как он выглядел я бы сказал в очках но там место очках вместо очков прям микроскоп пределами это мальчиком девочка это мужская энергетика и он и он весь белый но это не халат это полностью комбинезон так типа это одновременно и с вирусами работает с бактериями но вирусов нет в общем такое и гены меняет да все универсальны и в людях и везде модифицированность осталось я бы сказал даже не человека робот военные задачи до плюс у нас есть условно таможенник специалист миграционной службы вызываясь смотри че он делал чем не делать сортировать отлично кого местных и пришедших это инопланетян что как выглядит причащие да и черти пришедшими для него являются черти есть сейчас сейчас не вижу вчера были нету твари нет медуза нет шариков нет спортов нет рептов нет чертей нет шпака не брал до казань брала страха не брал шпака не брал вот квантовых компов уже нет все смотри кто еще из если брать узкий спектр людей из людей условно двуногих с одной головой на планете земля кто свои кто чужие очень интересная задача тима смотри дальше я вижу как сетку пытались на планете меня закинуть как оцифровать просто такая компьютерная так и что до него произошло киномета немножко под достала ну я вижу как она исчезает сама прям как 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 голограмма ты конец айтус проснулся и проснулся чего она и пропала пусть тебе сфера покажет процесс пропадание сетки держалась на квантовом компьютера квантовый компьютер ее голограмму создавал ты сетки на многих так и смотри где-то квантовый комп сейчас что с ним произошло если нету очень интересно как компьютер общается с компьютером домом по-своему как-то указывать запчасти до частности осколки чуть так запчастями стало все рассыпанные угольки такие процессы перехода вот сетки к какой к уголькам пусть покажет выдели так по временной шкале вот этот момент и процесс и play проиграть на треугольничек средства объективного контроля то есть что то чем она мониторила извне никакие на приказы отдавала на тебе сейчас это как своему кучу кодов выдаст а вот именно визуализацию и извне я таможня по ходу мутации фильтрует он роботов и клонов выбивают лично смотри да да все верно а вот теперь кто свой кто чужой смотри для него человеческие структуры свои клоны чужие роботы чужие так еще это все пусть показывает целе указание уничтожить задавите генетику то же самое клонов отсечь и погасить пусть просто уничтожает пантерки там судьи все остальные солдаты просто мозги выключают нервную систему гасит как угодно колдовство смотрю тоже считается за мутацию это чуть отдельно там магии церковные все смотри условно вот чем отличается свой там один очень четкий признак есть вообще четкий уровень сознания работа еще вот внешне чисто внешне как выглядит но я смотрю среди своих только белые молодцы загорелых нет ни желтеньких ни красных вперед подтверждай и пусть работают все верно всех копченок нему очереди да сам пусть наберется генетик пусть исправляет смотри и дальше дима показывает как начал сжиматься вот он такой вот так не разлетелось где смотри когда один взрыв где взрыв был или один взрыв один но остальные как нему как эхо что расходится или ну один большой был взрыв был большой а стену как можно заглушить заглушенный с этим большим в результате чего был взрыв смотри это же все увидел общем то который буквально на нем не может действия больше всего полонграб Conference второй полонграб Conference дима 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Что выглядит черно-белым для сферы? Почему она тебе показывала эту красную королеву? Красной, а сейчас все черно-белое. Подсказка. Найди квантовый комп сейчас. Чё-то нету. Пусто. Как так? Херово туча была. Сотни тысяч. Уже наклепали твари. И нету. Тройно пусто. Да? Я тебе чё говорю, собери мозги в кучу. Почему так легко получается? Ну, не дергает никто, да. Наверное, тоже нет такого раздергивания. Твоих копий нигде нет. И тобой никто не думает. И роевых структур уже нет. Которых ты был тобой думали. Твоими алгоритмами. Ну-ка. Ты показал полигон чисто поле. Помнишь? В полигонах бывают взрывы. Да. Там всё взорвали. Ну, смотри. Моноскромно так. Типа, ну, виноват. Я же говорю. Казань брал, Астрахань брал. Шпака не брал. Чертей нет. Теперь квантовых компов нет. Всё. Скромно, но мы молодцы. Все. Не перестроиться, надо. Так не бывает. Круто. Всё в порядке, Димон. Типа, тебя больше никто не будет дергать. Тобой никто не будет думать. Надеюсь, моим позвоночниками никто не будет с херней твориться. Твоими мозгами тоже никто не будет думать. Я хоть почувствую, что это по моей мозги. Каково это, да? Самому думать. Своими мозгами. Привыкать. Он не может поверить в своё счастье. Сырена, это лицо. У меня Димон с шести часов. Полная, абсолютная стабильность. И мне даже кажется, что я бы в лесу один себя нормально чувствовал. Примерно так, да. Тишина в эфире. Всё, да, да. Никто не дергает, никуда не лезет. Все как-то вот в ступорах. Собирай мозги в кучу. Миша уже ведёт зачистку. На Южном фронте. Ну, немножко группа армий-центр захватывает. Тебе Западный фронт. Собирайся. Ладно, пока перелив записи.